У меня была собака. Собаку звали Элис. Боксер, кто разбирается в собаках. Они оказались пасухи. И они очень любят коровьи фекалии. И они любят вот в этом фекалиях вот так крутиться. Я выгуливаю свою собаку, и идет корова. И на лужайке оставляет вот такую лепеху. И это увидела и бежит туда. Я говорю, Элис, стой! И она делает вот так. Тормозит. И вот прям лепеха перед мордой. И вот так прыгает, разворачивается в другую сторону. И отходит от этой лепехи. Я думаю, слава тебе, Господи! Не надо будет мыть. Она проходит 5 метров, разворачивается, разбегается. И вот так с носа начинает. И вот так как-то штопором крутанулась. От кончика носа до кончика хвоста вся в этом фекалиях. И вот некоторые люди мне напоминают таких вот собак-пастухов, которых ты вытаскиваешь из неприятной ситуации. Из-за того, что человек не понимает, что можно жить иначе, он прыгает опять в те же фекалии, из которых его вы достали. Я иду на результат. Есть люди очень гениальные, талантливые люди, которые возвращаются в то же состояние, в котором они приходили после сессии. Представьте, вот у человека стресс, он всю жизнь его копил, да? Ты с него убираешь, и он через 3 дня приходит такой же, или через месяц приходит такой же. И был случай, когда клиент приходил ко мне по 2-3 раза в месяц, 3 месяца подряд. И я же вижу, что у него проблемы нету, проблемы очень надуманные. Я даю ему задание и не выполняю. И приходит, как за волшебной таблеткой. Я говорю, ты знаешь, больше ко мне не приходи, пока не выполнишь все рекомендации, которые я тебе дал. Я же тебе плачу, почему ты меня не хочешь принимать? Я говорю, ты у меня будешь на постоянном подсосе тогда. Ты будешь вечный источник моих доходов. Меня так не устраивает. Это очень контринтуитивная штука. Почему? Потому что, казалось бы, для психолога хорошо, когда человек привязывается. Но для меня-то он платит. Но я сказал, не приходи. Выполни все рекомендации, и потом я тебя приму. Человек ушел, через месяц позвонил и сказал, большое тебе спасибо. Я все выполнил. Я тебе очень благодарен. Я в вас больше не нуждаюсь. Это одна из побед, которые вот... Для меня это результат, когда человек может жить без своего психолога. Потому что, когда ты подсел на своего психолога, либо ты дурак, либо психолог сильно умный. Но в этом есть вина самого человека. Почему? Потому что очень часто люди возвращаются туда же, откуда ты их вынул. Это то, что твоя ответственность, и многие платят за то, чтобы возвращаться в свои старые боли и обиды. Сколько сессий нужно пройти для того, чтобы наладить свою жизнь? И этот вопрос задает практически каждый человек, который приходит. И как часто нужно приходить? Во-первых, для полного счастья нужно от одного до трех сеансов. Очень редко, когда нужно 14. Такое за мою практику было там три или четыре раза. В основном справлялись от одной до трех сессий. И многие даже профессиональные психологи скажут, почему так мало. Потому что одна-три сессии – это действительно мало для того, чтобы изменить сознание. Я помимо телесных зажимов, я даю рекомендации людям. И если люди не выполняют рекомендации, я вторично их не принимаю. Моя задача в том, внутренне, чтобы человек не прыгал в то же дерьмо, в которое прыгает. Но если он третью, пятую, десятую сессию приходит и прыгает в то же самое дерьмо, вы меня извините, таких клиентов мне не надо. Я бы рад жить за счет таких клиентов, но я живу за счет позитивных клиентов. Я живу за счет результативных клиентов. Мне нужны люди, которым нужен результат. Если вы хотите просто поныть, это не тот случай. Вы можете со мной поныть, но не больше трех сессий.